всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня будем готовить красивую и вкусную пиццу в виде цветка начинка будет сытной с грибами и курицей сыр я добавляю моцарелла пицца просто вкуснятина смотрите видео и готовьте вместе со мной для теста на пиццу нам понадобятся следующие продукты 250 миллилитров теплого молока 1 упаковка сухих дрожжей 11 граммов или 30 грамм сырых пол чайной ложки соли 1 столовая ложка сахара 4 столовые ложки растительного рафинированного масла и 350 граммов муки в миску я выливаю теплое молоко не горячее добавляю одну столовую ложку сахара соль пока не добавляем высыпаем сюда дрожжи сухие все хорошо размешиваем и оставляем в тепле чтобы дрожжи прореагировали образовалась шапочка это подтверждение того что у нас дрожжи хорошие свежие и будем потом замешивать тесто примерно пройдет 15-20 минут не прошло 15 минут вот у нас уже дрожжи поднялись перемешиваем добавляем теперь к тесту соль обязательно муку и замешиваем тесто добавляем растительное масло 4 столовые ложки снова муку и хорошо перемешиваем все посыпаем стол мукой выкладываем тесто руки смазали слегка растительным маслом и теперь нам нужно слегка подмесить его главное в этом деле не забить тесто пицца должна быть у нас нежная воздушная так ну вот мягкое тесто у меня готова слегка на такое прилипает к рукам смотрите мягенькое тесто берем тарелочку посыпаем внутри мукой выкладываем тесто сверху снова посыпаем мукой сверху тесто накрываем полотенцем и оставляем в тепле на 1 час прошло 40 минут тесто наше уже готово сейчас мы подготовим начинку значит для начинки я буду использовать одно куриное филе 120 граммов копченых колбасок половинку болгарского красного перца 100 грамм обжаренных грибов с луком для соуса я буду брать три столовой ложки домашнего леча здесь у нас и болгарский перец и соль сахар по вкусу и лук также буду добавлять приправу орегано пол чайной ложки и пол чайной ложки сушеного гранулированного чеснока все будет очень вкусно ароматно чашу я выкладываю лечо буду взбивать погружным блендером чтобы у нас получилась однородная масса добавляем пол чайной ложки орегано сушеного и пол чайной ложки чеснока гранулированного все эти спицы можно купить в любом магазине и теперь взбиваем все погружным блендером в однородную массу вот такой соус однородный у меня получился очень ароматный натуральный вот один из вариантов приготовления соуса курицу для пиццы мы будем разрывать на кусочки наша пицца будет и красивой и в то же время сытной болгарский перец красный сладкий нарезали полосками теперь займемся тестом посыпаем стол мукой слегка тесто уже у меня просто так поднялась надо работать с ним вот пышные руки смазали растительным рафинированным маслом и сейчас нужно немножко подмесить наше тесто вот мука которая осталась здесь примерно столовая ложка стараюсь вам точное количество указать муки очень важно не забить тесто если вы забьете тесто она не будет таким нежным и пышным вот мое тесто уже вот хорошие я вижу посыпаем мукой и с помощью скалки будем раскатывать его толщину теста вы выбираете сам если вы любите пиццу чтобы она была пышной толстой то вы не сильно раскатываете тесто если вы любите тоненькую пиццу то вы больше раскатываете то есть сами регулируете толщину тесто я люблю и тонкую и пышную поэтому как заказывает мне муж так я и делаю сегодня у нас будет средней толщины чтобы немножко и пышная была начинки много у меня поэтому пицца у нас будет сытной мясной стараюсь придать ей форме такую круглую пиццу формируем уже на противне сначала раскатываю тесто переношу его на противень а потом уже на противне будем раскладывать начинку на пиццу духовочку поставила разогреваться до 180 градусов пицца ставится в горячую духовку теперь берем наши копченые сосиски и заворачивая сначала давайте мы вот так поделим ровное количество сосисок копчененьких теперь берем пластиковый нож и разрезаем чтобы нам удобно было их потом завернуть теперь смотрите каждую сосиску мы вот так тесте заворачиваю соединяем края бока внутрь и здесь также сосиску соединяем краям и внутрь и такой красивый бортик у нас получается и такая знаете очень вкусная начинка в бортике как-то вот мне пришла такая идея и захотелось вот сделать не просто пиццу а еще с интересной начинкой по краям я думаю все любят копченые колбаски сырокопченые лично я их люблю вот смотрите какой красивой формы у нас получается пицца с сюрпризом внутри теперь смазываем пиццу соусом соус очень ароматный поэтому вот вам еще один вариант если у вас есть домашнее лечо быстро и просто можно приготовить такой вкусный соус для пиццы также можно добавить соус например базилик сушеный он подойдет тоже будет не менее вкусно соуса не жалейте пицца должна быть сочной помидоров у меня нету вернее в магазине они продаются но вы же понимаете сейчас не сезон и они совсем не такие не на вкус не на цвет как должны быть выкладываем куриное филе я вожу побольше тоже когда отвариваете куриное филе старайтесь долго не варить иначе оно будет сухое и невкусное также я добавляю обжаренные грибы с луком вообще начинка в пиццу это ваша импровизация открываете в холодильник что у вас есть что осталось возможно после приготовления каких-то блюд можно все ложить пиццу а летом так вообще и баклажаны и овощи которые есть все что есть все кладем пиццу выкладываю остаток соуса сверху это делаю для того чтобы пицца была сочная сыр я буду использовать моцарелла 200 грамм немножко натру вот внутри чтобы начинки был сыр а потом чуть-чуть оставлю в конце уже когда пицца приготовиться наша мы добавим уже сверху чтобы тянулся так красиво я просто обожаю сыр моцарелла он очень подходит к пицце его структура его вкус можно заменить обычным российским сыром это не проблема вот и сверху я теперь выкладываю красный болгарский перец по кругу так красиво теперь края пиццы смазываем яйцом так у нашей пиццы появится такая красивая золотистая корочка она будет аппетитной и радовать нам глаз своей красотой надеюсь вам понравилась идея оформление пиццы и вы тоже приготовите дома такую вкусную сытную красивую пиццу поверьте мужчины от этой пиццы будут без ума и будут просить еще добавки пиццу я отправляю в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень через 20 минут мы достаем пиццу с духовки посыпаем пиццу сверху моцареллой хорошо так я люблю когда много сыра и отправляем снова в духовку на 5 минут чтобы расплавился сыр и еще немножко подпеклась наша пицца пицца выпекалась 25 минут в общей сложности а теперь украшаем листиками петрушки и все-таки зелень это всегда красиво вкусно и полезно вот такая вкусная и красивая пицца виде цветка у меня получилось тесто нежное как пух начинка сытная и вкусная пицца порадует всю вашу семью приятного аппетита пицца в разрезе сочная ароматная золотистой хрустящей корочкой мягкая и нежная внутри очень очень вкусная я советую вам приготовить близким и родным эту замечательную сытную пиццу им очень она понравится так как и моим родным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки а с вами была ира и канал готовим с любовью до новых встреч пока пока